Хорру приблизился с тысячным отрядом всадников и расположился напротив лагеря Хусейна. Он отправил Убайдулле письмо, в котором сообщил о прибытии Хусейна в Кирбилу. Узнав об этом, Убайдулла отправил Хусейну быстрого гонца с письмом, в котором подчеркивалась необходимость полного подчинения правителю. Такой приказ поступил из Шама от Язида, когда он узнал о том, что Хусейн, да будет доволен им Аллах, едет в Куфу. Скорый в исполнении приказов Убайдулла, немешкая, написал письмо, которое дошло до Хусейна, да будет доволен им Аллах. Он прочитал его, вникнув в смысл. Гонец сказал «Дай мне ответ». Саид, да будет доволен им Аллах, швырнул ему письмо и сказал «У меня нет ответа на него». Гонец вернулся к Ибн-Зияду. Было ясно, что Хусейн, да будет доволен им Аллах, не присягнет Язиду. Он пришел в ярость, словно раненый медведь. Затем созвал куфийцев и сказал «Того, кто возглавит сражение против Хусейна, назначу правителем любого города». Но не нашлось ни одного человека, кто согласился бы возглавить сражающихся против Ахлюльбайт. Тогда Ибн-Зияд Абдулла обратился к Умару Ибн-Сааду. Хотя уже и был подписан приказ об отправлении его наместником в другую область, сердце правителя склонилось к нему. Он открыто сказал Умару о своем желании отправить его против Хусейна, да будет доволен им Аллах, и пообещал исполнить приказ о его назначении после того, как решится этот вопрос и все утихомирится. Умар не пожелал сражаться с Хусейном, да будет доволен им Аллах, и попросил оставить его. Они выслушали друг друга, и Ибн-Зияд Абдулла взял верх над ним. «Я подумаю», — сказал Умар. Он обсудил этот вопрос и посоветовался с самыми надежными из своих братьев. Все в один голос воскликнули «Побойся Аллаха», советуя не идти против Ахлюльбайт. Брат Мугир и Хамза, сын сестры Умара, тоже дал Умару Ибн-Сааду добрый совет, сказав «Бойся встретиться со Всевышним в судный день с кровью Саида Хусейна на себе». На следующий день Умар с раздвоенным сердцем отправился к Ибн-Зияду. Тот спросил Умара о его решении. В ответ Умар стал вилять, отговариваясь на словах. Услышав его скользкие отговорки, проклятый Убайдулла твердо произнес «Я точно отрублю тебе голову, если ты откажешься идти в Кирбилу». Твердость Ибн-Зияда размягчила Умара. «Иншалла, завтра я туда отправлюсь», — сказал он. Умару дали четыре тысячи всадников, и с этим огромным войском он выступил. Перед выходом Убайдулла предупредил его «Смотри, не убивай Хусейна». Также в книге «Футухат» говорится, что он сказал «Не закрываем дорогу к водам Ифрата». Умар ибн-Зияд прибыл в Кирбилу и встретил Хурру с его конницей. В общем, образовалось пятитысячное войско. Оно остановилось поблизости от лагеря Хусейна, да будет доволен Маллах. Умар вызвал Урву ибн-Кайса и приказал ему пойти к Хусейну, да будет доволен Маллах, и расспросить его. Урва отказался, сказав, «Оставьте меня, я не могу показаться перед Хусейном». Затем Умар подозвал Касира ибн-Абдуллаха и приказал ему отправиться к Хусейну, да будет доволен Маллах, и спросить его, зачем он шел сюда из самой Мекки. Хусейн, да будет доволен Маллах, как только увидел его, сказал, «Отложи саблю, давай поговорим». «Я никогда не расстаюсь с ней», – дерзко ответил лишенный веры лицемер. «Я заставлю тебя отложить эту саблю», – пригрозил ему Абу Самама. «Клянусь Аллахом, нет», – вскочив, воскликнул проклятый. Так эти двое припирались друг с другом, словно медведи. Затем Абу Самама сказал Касиру, «Скажи, зачем ты явился сюда? К Хусейну, да будет доволен Маллах, ты даже близко не подойдешь». Касира это задело, он обиделся, ушел обратно и сообщил, что ему не дали даже подойти к Хусейну, да будет доволен Маллах. Тогда вторым отправили к Уррата ибн Акайсе. Он пришел к Хусейну, да будет доволен Маллах, и передал ему письмо. В ответ Саид объяснил, «Я прибыл сюда, потому что меня позвали. У него с собой были все письма, присланные из Куфы, в которых жители просили его приехать и обещали присягнуть ему. Если они не хотят, чтобы я пришел, я вернусь той же дорогой, которой прибыл», – сказал он. Куррат вернулся с ответом Саида и передал его Умару ибн Сааду. Тогда Умар ибн Саад записал ответ Хусейна, да будет доволен Маллах, и отправил это письмо в Куфу к Убайдулле. Получив его, Убайдулла написал Умару ответ, подстрекая его к убийству Саида Хусейна, да будет доволен Маллах. Получив письмо такого содержания, Умар ибн Саад будто, выразив недовольство, сказал «Инна лиллах». Отправив письмо Умару ибн Сааду, Амир Убайдулла созвал жителей Куфы в мечети и выступил с хорошей проповедью, воздав вначале хвалу Всевышнему, а затем и похвалу Язиду. Он рассказал, что Язид выделил куфийцам 4000 динаров и 200000 дельхемов в знак почтения, а затем сказал о необходимости поддержать Язида в борьбе против Хусейна, да будет доволен Маллах. После этого первым в Кирбилу отправился лишенный веры лицемер Шамар с 4000 всадников. Следом за ним выступил и рекабель Зайт-Калабии, с ним было 2000 всадников. За ним последовали Хасин с 4000 конницей, Масабирул Мазани с 3000 всадников, Насар и Бнахарба с 2000 конницей, и все они один за другим прибыли в Кирбилу. Субтитры создавал DimaTorzok